В эфире Хоккей 24 с вами Юлия Краснова. В детстве он старался не пропускать ни одной тренировки и шел играть даже с приступом аппендицита. А свои первые в жизни профессиональные коньки ставил бережно в сервант. И даже в сочинении на тему «Моя мечта» во втором классе написал «Хочу играть в ЦСКА и за сборную России». Своим талантом и упорством он заставил говорить о себе весь хоккейный мир. А английский стал для него родным языком. Ваши комментарии по первому тайму? Суперик был довольно тяжелый против нас. Я думаю, что первый период был довольно равный. Я на английском языке говорю. В этом году он вернулся в Уфу, чтобы передать все свое мастерство и привести главную хоккейную команду республики к долгожданной победе. В рубрике «Герой дня без клюшки» тренер Салавата Юлаева Андрей Зюзин. Вы долгое время не были в Уфе. Расскажите, как вам город? Что произвело на вас большее впечатление? Ну да, давненько не было Уфе, если честно сказать. Вот приехал в самом начале лета. Ну, во-первых, город преобразился очень сильно. Были сделаны дополнительные какие-то для детей парки. То есть, ну, и дороги. Дороги. Дороги, да. Дороги – это номер один в России, я знаю. И дороги были, конечно же, намного лучше. Вот. И до сих пор пока остаются лучше, чем были. Для многих болельщиков стало приятной неожиданностью не только возвращение вас в родной город, но и в родную команду. Скажите, как так получилось, что вы приехали тренером Салават Юлаев? Как так получилось? Ну, может быть, кто-то пригласил, или вы сами стремились? Я, конечно же, стремился попасть в команду Салават Юлаев как тренером. И именно я хотел прийти туда, в клуб, как тренером по защитникам. Вот. Я думаю, что такая была моя задача двух лет, там даже, может быть, больше. Вот. Закончил я играть два года назад в хоккей. И после этого, конечно, стал думать, что мне сейчас делать, как делать, что делать дальше. И я все-таки пришел к такому, что все-таки надо мне остаться с хоккеем и продолжать жизнь в хоккее, потому что это мое, это я знаю на 150%. Вот. И решил остаться в Салават Юлаеве. Поступило предложение от Салават Юлаева, и я его принял. Зюзину Емелину удачи. Конечно, начало, может быть, сезона для них как-то, я понимаю их, что хочется, чтобы они лучше играли. Но ничего страшного. Проиграли, проиграли, будут лучше играть. И у них настроение поднимется. Салават Юлаеве Салават Юлаеве Салават Юлаеве А почему именно защита? Ваш конек, вы считаете? Я считаю, что это мой конек. И в защите я проиграл всю свою жизнь. И, в принципе, всю жизнь я провел основательную такую жизнь уже. Когда я стал играть в команде мастеров, я отыграл здесь, по-моему, 3 или 4 года в России. И сколько? В 18 лет я уехал, в 19 лет я уехал в НХЛ. И вот только что я вернулся. То есть я очень достаточно провел матчи в Северной Америке, именно в НХЛ. И достаточно опыта у меня именно по защите. Потому что я всю жизнь отыграл там в защите. И я думаю, что я могу помочь команде, могу помочь ребятам передать свой опыт. И я думаю, что они улучшат свою игру. Русские играет в хоккей. Но многих болельщиков в то же время расстраивает такой неудачный, нелегкий, непростой старт Салават Юлаева в начале сезона. Вы с чем-то связываете и как будете работать над этим? Ну, естественно, мы связываем и как тренерский штаб, и вообще люди, которые связаны с Салават Юлаевым, которые работают в офисе, у нас, естественно, мы все очень сильно переживаем. И мы постараемся найти ответы, и мы стараемся что-то сейчас подкорректировать. И я думаю, что будет все нормально. И самое главное, должен идти позитив. Как от нас, от тренерского штаба, так и для наших ребят. Потому что многое зависит, конечно же, от нас, от трениров, когда мы приходим на арену. И мы должны их подпитывать позитивно, мы должны их подбадривать, чтобы они выходили, играли. Во-первых, тренировались хорошо и играли хорошо. Многие болельщики и спортивные обозреватели, часто наблюдая вас на трибунах, задаются вопросом, почему вы эмоционально жестикулируете, а тот же самый Анатолий Емелин нордически спокойно наблюдает за всем происходящим, за спинами игроков. Почему у вас вот такая тактика? С чем вы это связываете? Как можете объяснить? Ну, я не могу это как-то конкретно, может быть, объяснить. Я просто хочу вам сказать, что каждый момент, когда играет наша команда, да, я каждый момент переживаю через себя, и каждую ошибку, и каждый хороший момент я переживаю через того игрока, которого он совершил, или который момент он создал хорошо, и гол забил. Вот, эмоционально всегда поддерживаю ребят, то есть стараюсь помочь им в каждом моменте. Вот, пытаюсь с ними быть полностью активным на скамейке, не только с защитниками, но и с нападающими. И я думаю, что это идет такой, знаете, как бы небольшой контакт, потому что мне тогда легче общаться с хоккеистами, мне тогда легче именно в игре. Потому что я думаю, что когда начинаешь с игроком общаться, что-то ему подсказывать, знаете, он может мне что-то сказать, я сделал это так, может быть, я ему начинаю подсказывать, что это может быть можно сделать это так, идет какой-то у нас такой маленький, короткий диалог, понимаете, очень короткий диалог, потому что там времени очень мало. И все равно игроку надо подсказывать, надо быть живым, надо скамейка, чтобы была живая И я стараюсь завести эту скамейку, завести игроков И пытаюсь подсказать им, какие ошибки они делают И в то же время подбадривать их, чтобы они на следующую смену выходили с поднятой головой Не то, что, знаете, один негатив, и говорят, и говорят, и говорят Именно, чтобы шел и позитив, естественно Игроки, я думаю, все-таки это понимают И поэтому я могу судебно сказать, что результат у нас будет очень приличный в этом году Скажите, а какой вы тренер? Какой я тренер? Да Какой я тренер? Я считаю, что я справедливый и строгий тренер Понятно, что у нас неудачный старт, но мы верим в тренеров, верим в себя И верим в то, что мы сможем наладить свою игру Как вы выстраиваете отношения с командой, и как они к вам обращаются? Может быть, они знают о том, какое у вас было прозвище там за океаном Или только по имени-отчеству? Да, у меня в Америке было по фамилии, как бы всегда берется, там, у меня было Зю То есть Зюзин Зю То есть в Америке так всегда говорят Зю А здесь команда это не практикует, ребята? Не вспоминает это Зю? Не, ну они наверняка, они знают это, наверняка кто-то Между собой? Да, между собой, может быть, они там так и говорят Но когда они задают мне вопрос какой-то, когда мы работаем непосредственно лицо к лицу вместе Они, конечно же, ну, они держат дистанцию между мной и ями Ну и я держу дистанцию, потому что игрок есть игрок, тренер есть тренер Здесь должны быть определенные рамочки Вы переехали в Уфу, а, насколько я знаю, семья осталась в Америке Как вы переживаете разлуку и планируете ли вы их перевезти сюда и, может быть, просто как гостевой визит? Да, 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 дети живут там, вот, дети живут в Америке И потому что и школы немножко раньше начинаются, и немножечко другие программы И я так решил, что они останутся там все-таки на весе А как вы переживаете разлука? Тяжело ли? Ну, конечно же, тяжело Я думаю, что для каждого родителя тяжело жить без своих детей какое-то длинное время Всегда тяжело Неделю тяжело, а здесь, когда ты живешь месяцами, это очень, конечно, тяжело У меня сын и трое девчонок, три дочери И все они чем-то занимаются, то есть какими-то там кружками, фигурным катанием А сын занимается хоккеем, причем он занимается довольно-таки серьезно Во что верите лично вы и какие планы и цели у вас на будущее? Во-первых, конечно же, я верю в Бога Во-вторых, я верю в своих детей И в-третьих, я верю в то, что То, что я смогу принести очень много для российского хоккея Потому что я этим живу Вот, я за хоккей очень сильно переживаю И поэтому я согласился на эту ответственную, очень ответственную работу Вот По тем причинам Потому что во мне это есть, во мне это внутри И знаете, когда вот твой внутренний голос подсказывает Что да, это надо, это твое, ты должен это делать И я думаю, что я принесу очень хорошую пользу для команды И вообще в целом для развития Башкирии АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Смотрите «Хоккей-24» с Юлией Красновой АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...